Добрый день! Даже дело не в Новом Годе, в этот раз так получилось, президент наш озаботился ценами на продукты. Как это так, говорит? Макароны дорожают, непорядок, представляете, президент наш ест макароны. Да, как Макаревич, люблю я макароны. Так что поговорим мы сегодня о ценах, почему так произошло, что огорчили президента под Новый Год наши ритейлеры. Правда, те, говорят, что это производственники огорчили, аграрии, то бишь, ну и так далее. Кто-то из них огорчил нашего президента, а то следует за этим огорчил Мишустина. Мишустина тут же начал меры принимать, какие-то договоры, ограничения, а тут же пошли пугалки. Ага, вы сейчас ограничили потолок центра, продовольствия же подорожает, будет дефицит даже и так далее и тому подобное. В общем, вопрос говоря, извечные русские вопросы, кто виноват и что делать. Об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Хочу представить, это Оксана Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета и кандидат экономической наук. Оксана, добрый день! Добрый день! Это еще один наш постоянный резидент Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. И наш известный Тверской фермер Вадим Рожко, он сегодня будет отдуваться за всех производственников. Стальник там не пошли, а вот он бесстрашный фермер, можно сказать, храбрый партняшка, в данном случае, правда, агропроизводитель. А еще хочу сказать, у него сегодня день рождения. Вадим, поздравляю! Спасибо! Желаю самого лучшего вашему хозяйству, чтобы утерли нос всем нашим крупным холдингом. Сказали, что фермерское, оно чуть не хуже и даже лучше. Поэтому с днем рождения, пользуйся случаем! Спасибо! Спасибо, что нашли время, прям части в эфире. А вы, дорогие телезрители, задавайте вопросы 300-190, что вы думаете о ценах на макароны и не только? Кто виноват, опять-таки, на ваш взгляд? И что лично вы сделали? Будете ли вы в следующем году сами картошку сажать? Или подсолнечник, который за разу подорожал? Или еще что-нибудь? 300-190. Оксана, наверное, с тебя начнем. Оксана, когда вот начали экономисты, эксперты отмечать вот это ускорение цен на продовольствие роста? Ну, вообще, если вот так вот обратить внимание на прошлый период, даже двух, трех, четырех месяцев давности, мы увидим, что аналитики, они, в общем-то, всегда анонсируют в этот период повышение цен. Ну, что там говорить? Неудивительно. Конец года, всегда под конец года у нас идет повышение цен, и в том числе на продовольствие. Но почему растут цены на продовольствие именно в конце года? Есть здесь несколько объяснений. Первое, ну, конечно же, никто инфляцию не отменял, хотя сегодня мы знаем, фиксированный и заявленный процент, он не столь высокий, чтобы ощутить на карманах граждан вот это вот увеличение цен. Ну, и второй момент, конечно же, это празднование Нового года, которое классически характеризуется закупкой огромного количества продовольствия для того, чтобы радостно отпраздновать новогодние праздники. То бишь поесть. То бишь поесть. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Естественно, если мы будем отталкиваться от экономических законов, все здесь, в принципе, с одной стороны, очень просто. При повышении спроса на продукцию, естественно, есть возможность всегда и увеличить цены со стороны предложения. Что касается в этом году, я не думаю, что вот этот вот резкий рост цен – это какой-то нонсенс для нашей России, и уж тем более за последний период времени. Вспомните, например, конец 2014 года, да, 2014 года. Что тогда происходило, какая была ситуация. Тогда санкции были. Ну, все равно. И сильно бахнут рубль-то. Да, естественно. У нас всегда есть какие-то причины, либо объективные, либо условно-объективные. И поэтому всегда тенденции под Новый год негативные, они проявляют себя. В этом году, я думаю, что именно если бы не пристальное внимание президента, никто бы не стал бить в колокола и говорить о том, что какой ужас, повысилась цена резко на сахар или на подсолнечное масло. То есть такие тенденции к повышению цен, скачки, они всегда присутствуют. Я думаю, что все-таки вот эта ситуация, о том, что ее так анонсировали, о том, что даже сам президент вмешался в эту историю, она связана с тем, что пандемия сделала свое дело, и практически уже за год нашей тяжелой, сложной жизни все-таки определенная обеспокоенность за население со стороны государства проявила себя. Ни для кого не секрет, что период карантина, в течение которого многие люди не работали, простаивали различные организации, это все, конечно же, сказалось отрицательно, и в том числе на доходах населения. Но объективно они у нас сократились. И поэтому, чтобы, может быть, какую-то социальную безопасность обеспечить в обществе, со стороны органов власти вот такую вот... Соломку решили подстереть. Да, я думаю, что типа того. Оксана, ну все-таки касаемо, вот ты говоришь, под Новый год, но ведь цены стали расти не под Новый год совсем. То же самое подсолнечное масло. Эксперты предупреждали еще летом, летом... Что будет расти. Да, что будет расти. И действительно масло стало расти, пожалуй, с сентября. То есть, а как, товарищи, вот фермер сидит во всем мире сентябрь, август, сентябрь, это, наоборот, самые дешевые должны быть именно продукты питания, потому что, ну, урожай же, урожай. Ну, тут мы можем еще и другие причины, конечно же, привести в качестве обоснования роста цен. И здесь всегда есть, что производителям и всем остальным субъектам рынка ответить. Ну, во-первых, нельзя забывать, что мы находимся в тесной взаимосвязи с мировым рынком. И на мировом рынке цены у нас выросли, серьезно выросли. Даже тот факт, что рубль ослаб по отношению к евро и доллару, делает свое дело. И тем же производителям, тем же посредникам на рынке стало тяжелее, поскольку их расходы в связи с этим увеличились. Если говорить о том же подсолнечном масле, то основной ресурс какой, да, сырье? Это подсолнечник. И, соответственно, подсолнечник у нас является экспортным товаром. И тут опять идет привязка к ценам на мировом рынке. Они, как уже сказала выше, у нас увеличились. И относительно Российской Федерации увеличились только потому, хотя бы потому, что у нас рубль ослабел по отношению к основным свободно конвертируемым валютам. Второй момент. Те расходы постоянные, которые есть у производителей, у посредников, они тоже у нас имеют тенденцию к росту. Не знаю, увеличение стоимости таких ресурсов, как электроэнергия, ну и так далее, топлива, это все также сказывается. Ну и третий момент. Нужно понимать, что в тяжелой ситуации, экономической ситуации, когда приходится производить продукцию, в условиях, когда расходы увеличиваются, да, и сдержки растут. Но при этом любая организация, любая компания, она сегодня в условиях рыночных отношений, в рыночной экономике, она приходит не просто, чтобы, Ром, нам с тобой обеспечить там сахаром или подсолнечным маслом. Она приходит, чтобы получать прибыль и чтобы развиваться. А как может развиваться компания, если она свою прибыль не будет увеличивать в долгосрочной перспективе? Поэтому любой производитель, любая компания на рынке, она всегда нацелена на что? Чтобы максимизировать свою прибыль. Не потому, что такие корыстные у нас компании собрались на рынке, а потому, что это некий путь к их развитию. Ну и сегодня мы даже говорим о том, что большинство из них просто выживают. Не то, что они развиваются. Поэтому такая тенденция, она, естественно, будет. И любая организация, любой производитель всегда найдет причины и объяснит, почему стоимость продукции сегодня выросла по сравнению со вчерашним днем. Ну, Оксан, просто так получается интересная вещь. Когда аграриям нужна помощь со стороны государства, а со стороны нас, государство это мы, правильно? Условия демократического общества. Мы. Не Путин. Путин всего лишь нанят, наверное, человек. И Мишустин тоже. Условия демократии. Вот. То есть, когда нужна помощь, они субсидии дайте. То есть, от нас, налогоплательщиков, субсидии. А как что? Они говорят, а вы знаете, а подсолнечник будет для вас стоить дороже. А почему? А за границей подорожал. Ну, подождите, ну и гонить за границей по импортной цене. Но для своих-то, для русских, можно по внутренней. Вы же в рубля, если работаете, почему это вы просто повышаете цену, просто потому что там подорожало. Ну, это спекулятивный момент какой-то получается. То есть, я говорю, как страны государства помощи, помоги государству. А как с народу слупить денег побольше? Потому что за границей он стал дороже. Мы слупим. Это как с бензином. Та же история. Ну, это вполне логичное поведение со стороны производителей и предпринимателей. Я их понимаю, как безусмена. И поэтому здесь государство умешалось, как некий регулятор. Вот они говорят, да, замечательно. Мы действительно имеем право и такую возможность ограничить, например, цены на социально значимые товары. Но это еще не значит, что настало для нас, вот как для потребителей, рай. Опять, вот я думаю, что все слышали, как только об этом сказал президент, владелец пятерочки и других компаний, да, из 5 групп, то он сразу сказал, замечательно, я первый, кто поставлю минимальную цену на эти товары. Но опять-таки, откуда такая тенденция, откуда такая готовность? Потому что человек, он очень правильно сориентировался. Во-первых, ему важно сохранить свой контингент потребителя, но при этом он не будет жертвовать своей прибылью. И, как правило, вот это ограничение цены найдет свое отражение в чем? На товары, другие товары, ну, например, более дорогие, да, которые покупают, может быть, там средний сегмент, цены будут увеличены. То есть икра подорожает. Ну, к примеру, да, это нормальная позиция, нормальная такая политика торговых организаций, где широкий ассортимент продукции. То есть даже, ну, что там далеко ходить, да, вот мы говорим о такой патовой ситуации, когда выросли цены на социально значимые продукты. А вот если мы берем классический супермаркет, где широкий ассортимент продукции, как нас завлекают? Нас завлекают, например, товаром по минимальной цене в какой-то определенной категории. И нас этим привлекают. Да, мы понимаем, что мы купим, не знаю, стиральный порошок, и он самый дешевый в округе. Но при этом они понимают, что мы придем в этот магазин, и кроме порошка, который будет нам дешево стоить, мы купим еще что-либо. Туалетную бумагу, например, на которую не накинут вот эту разницу. Или там еще какие-то товары бытовой химии или продукты питания, которые в итоге обеспечат им выход на ту прибыль, на которую они ориентированы. Поэтому здесь вот такой механизм, он очень сложный. И вот эта вот ситуация с ограничением, я не удивлю, что в той же пятерочке цены на сахар и масло будут классными по сравнению, да, может быть, с другими. Даже ниже, чем у других, и даже, может быть, ниже той минимальной цены, которую определил президент. Но при этом на другие категории товаров цены могут вырасти. А у нас сейчас реклама будет, после которой мы продолжим разговор о ценах и продуктах. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Говорим сегодня о том, почему подорожало продовольствие и что делать. И ждут ли нас какие-то светлые перспективы. Вадим, вот ты как сельхозпроизводитель, скажи, пожалуйста, вот нынешняя, вот мне интересно, погода, она как-то повлияла на урожайность? Плохая была погода с точки зрения аграриев? Слушайте, вот в этом году, на самом деле, ужасно плохой год был. Вот я сколько занимаюсь сельским хозяйством, на самом деле, даже старожилы, местные жители даже такого года не припомнят. То есть, на самом деле, нас и заливало, ураганы. То есть, если вот взять сумму этих осадков, допустим, мы получили за июль и август 2 метра осадков, представляете, когда при норме 60 миллиметров. Да, даже зато я помню хорошо, как весь февраль и март пугали, что завтра сухо не было. Все будет плохо, пожары будут, все сгорит. Смотрите, когда там прогнозы делались, на самом деле, что аномально сухой год. Да, да, я это хорошо помню. Мы как, я не могу говорить за все товары, но вот наше хозяйство занимается именно производством картофеля и зерновых культур. Я говорю, а мы еще посадили там на более влажные поля, чтобы там запас влаги все-таки был. И как это наоборот, как повелось. А надо было рис сажать, да? Понимаете, да, вот здесь тоже вопрос, да, за что мы платим налоги и как гидрометцентр может вообще ошибиться, да, из, из, они нам обещали Сахару, да, получили там, я не знаю. То есть, вы готовы как Лужков шашкой махать, помните, он после урагана 98-го года, когда все разгоняет гидрометцентр, ураган не предсказали. Ну, я вам хочу сказать, что здесь проблема на самом деле намного глубже. Конечно, погода, наверное, там существенно повлияла, процентов на 50. Урожайность сильно упала. Упала, упала очень сильно урожайность. Допустим, если брать вот Беженские районы нашей области, они вообще там не смогли собрать. То есть, у нас еще более-менее, у нас Бог ливовал как бы. Но было много осадков, но все-таки вот октябрь выдался хорошим. Мы добирали уже там день и ночь, сутками работали, добирали. Но вот если говорить, что касаемо поднятия цен, да, вот на самом деле проблема здесь на самом деле намного глубже. С удовольствием выслушаю. Это началось, допустим, да, с начала года, да, начало пандемии ударило, границы закрылись, понимаете. Для производства нашей сельхозпродукции мы используем средства защиты растений, допустим. Все они завозны из Европы. Импортные. Да, импортные. То есть, доллар подскочил. Конечно, они это все сделали даже не по-человечески. То есть, доллар подскочил там на какие-то там, на 5 рублей, да, они подняли на 20 процентов. А они-то кто? Ну, химические компании. Западные? Западные, конечно. Европа там, ну, в основном. А как же так-то? Так, решили пандемию, то есть, нехватка сразу. То есть, они не могли завести, границы закрылись. То есть, не смогли вовремя завести. Ну, конечно, подняли цены, чтобы как-то свои... Да, премию за риск включил там стоимость. Да, премию за риск. Потом, смотрите, ну, президент сделал то, что он должен был делать, да, в принципе, вмешался и должен был вмешаться. Но, понимаете, а куда до этого смотрелись все остальные чиновники? Да. Когда летом повышали акциз на калийные удобрения, когда поднимали. Насколько? Смотрите, калийные удобрения, то есть, основа нашего овощеводства составляет калийные удобрения. Они поднялись на 20%. Они у нас мастерство из Белоруссии. У нас же белорусские калийные, у нас это Белоруссия один из крупнейших. А еще про наших братьев-белорусов можно вечно говорить, когда трактор, сейчас простой трактор, белорус 130 лошадиных сил, стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Я ни разу не покупал. Да. Это дорого? То есть, они хотят нашу нефть брать за рубли, да, а то же самое привязывают свою технику к доллару. А, то есть, ну, это высокая цена. Самый простой трактор, который в колхозах раньше был, он стоит миллион 700 сейчас, представляете, да, вот, то есть, это даже автомобиль. А с чем тогда русские тракторы, а что у нас не делают такие как-то? Нет, нет, нет. А Росельмаш там? Нет, Росельмаш делает, знаете, класс больших тракторов, понимаете, вот у нас в стране вообще отсутствует класс вот этих 120-150 сильных тракторов, их вообще практически нет. А Китай? Китай, ну, нет пока таких тракторов. Это же китайцы удивительные, представляете, все тут скопировали. Ну, по крайней мере, может, они есть, но не поставляются на наш рынок. То есть, вот, и вот эти все проблемы начались уже с начала года, как бы, плюс погода, плюс неурожай, и вот это, конечно, все в конечном итоге сказалось. И он правильно, он, допустим, почему не обратили в мой на картофель, потому что тут обоснованно, если как бы, ну, повысится, может, его нет, да. Но я хочу, чтобы вот и зрители, и все понимали, что это не производители подняли цены на свою продукцию. Мы как получали вот этот низер, мы так и получаем. Мы на грани выживания так вот плывем. То есть, а должны были выйти и задрать цены на картошку, у нас не урожай, значит, по закону экономики. Я даже рад, что по шапке получили те, кто вывозит это, допустим, почему, подсолнечное масло, как говорило, вот, наше объяснение. Ну, они повысили как, это трейдеры, скупили это зерно, они воспользовались над тем, что там евро повысился, доллар повысился, они начали экспортировать это, да, из-за этого, как бы, образовался дефицит на внутреннем рынке. Этим воспользовались все, в том числе и ритейлеры, и все остальные. Как они вот так, прям, президент сказал, на следующий день они взяли, снизили цены. Ну, странно. Это же такая больше субъективная причина, нежели чем объективная. Взяли, снизили, то есть, до этого, то есть, никаких соглашений, до этого они сами решили, наверное, собрались, сказать, давайте, надо снижать цены. Вот и снизили, то есть, где риски, да. То есть, вот здесь как-то вот так получается. Производитель здесь меньше всего получает выгоды какой-то. Мы как, ну, балансировали на уровне рентабельности 5-10%, так этот уровень мы и оставили для себя в 5-10% для сельского хозяйства. То есть, мы ничего не получили. Да, это немного. То есть, деньги вы лопатами, как зерно, в земле, конечно, не загребаете. Нет, не загреваем. Если бы это было так, то земли не зарастали, все занимались сельским хозяйством, понимаете. Вот я сейчас не завидую тем людям, которые хотят начать какое-то производство сельской продукции, но это практически невозможно. Вот мы начинали еще в те годы, когда, допустим, ну, какая-то техника досталась, допустим, ну, из колхозов, да. Что-то мы взяли, что-то в линдик. Мы первые трактора покупали за 400 тысяч, тот же Беларусь. Вот я первый помню трактора, 400-450 тысяч, он сейчас 1,7 млн стоит, понимаете, да. Что? Здесь Россия с Беларусью же не связана каким-то долларом, евро. Почему? С чем это связано? Тут же ГСМ. Посмотрите, что с ГСМом творится сейчас. 45 рублей. Нам выгоднее на заправке, ну, просто мы это не можем сделать, потому что трактора у нас находятся вдали от города, а нам выгоднее сейчас трактора заправлять на заправке. Нам привозят оптом топливо дороже, чем оно стоит на заправке. Вот сейчас, понимаете, 45-46 рублей стоит литр дизельного топлива. А у других? Ну, на заправке, на рубль дешевле практически. На заправке, понимаете, да. Что касается электроэнергии, 9 рублей платим за 1 киловатт электроэнергии. 9 рублей. Во всем виноват Чубайс. Я не упал на очередь, заявляю, кто там виноват, но я думаю, что так не должно быть. Если мы хотим как-то помочь, ведь, смотрите, сейчас многие закроются, многие сельхозпроизводители. Я вам честно говорю, вот в этом году у нас поугудут наших рядов, наши товарищи. Вы знаете, да, твоих своих коллег, извините, Вадим, я вас перебью, у нас телефонный звонок. Давайте. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, мой дорогой. Здравствуйте. В передачу Быкова тема дня. И там много говорят ля-ля-ля-ля. А я хочу сказать, дайте вот этим людям 15 тысяч пенсию, и пусть они попробуют выпиши. Яйца подорожали с сентября до 100%. Стоили 55 рублей, стали 95. Какой сигнал? Надо гнать всех спекулянтов, свынка, вот и все. Заметили, что неправильно, не по закону делать, надо гнать. Путин как сказал? Ну, недобросовестных надо сейчас... Вы поняли меня? Поняли. Нельзя так делать. Это спекуляция. Мы не на Западе ждем. И тень у нас не западная. Так что будьте добры работать по советским законам, по российским законам. Спасибо вам большое. А по советским законам расстрелять, сказал бы Василий Виссарионович, таких спекулянтов. Нет, ну ведь это правда. У нас причина всему вот эта прослойка между производителями и конечным... Спекулянты называются советские законы. Там, ну, то есть, там пятерка, там... У нас все присутствуют, допустим, универсалы. Понимаете, они выдавили вот местных, вот эти маленькие магазины, выдавили полностью с рынка. А что для фермера, для производителя означает маленький магазин? Мы могли свою продукцию привезти и продавать прямо вот там у нас в городе. Понимаете, они теперь у нас нашу продукцию не берут. Потому что у нас срок годности, ну, то есть 5 суток на молочную продукцию, если брать. То есть, они теоретически его могут взять, но вот пока ты привезешь на распределительный центр, да, пока они довезут до магазинов, да, это уже все. Срок годности будет уже на исходе. И эту продукцию никто брать не будет. Понимаете, они вот тем самым выбивают мелкого производителя. Малый бизнес, да, таким образом он сокращается. Печально, но, Владислав, вот вы по долгу службы, общаясь как раз с ритейлерами, скажите, вот лично, на вашу, по вашему мнению, вот может иметь место быть сговор? Когда они собрались так все вот так вечерком, с чайком, а давайте-ка повысим там, допустим, вот может быть такое? Знаете, ну, в жизни может произойти все что угодно. А ты думаешь? Вот, я бы на это посмотрел с другой стороны. Мы с вами затрагивали деятельность коммерческих организаций, а коммерческие организации у нас создаются для того, чтобы извлекать прибыль. Энергетики извлекают прибыль, да, соответственно, ритейлеры извлекают прибыль. Кто угодно, в том числе и фермеры, да, создавались не для того, чтобы просто осуществлять благотворительность, а это и невозможно. Это совершенно нормальный процесс, вот. А просто в другом. Вот из этих кусочков формируется макроэкономика страны. А, соответственно, к макроэкономике должно быть должное управление. Вот и нынешний случай, связанный с вмешательством президента в ценорегулирование, да, на масло и на сахар. Ну, это же по большому-то счету абсурд. Если посмотреть на это с одной стороны, да, то есть он вмешался, потому что цены растут. Да, возникает вопрос. Правительство, которое за это отвечает, оно не знало, что цены растут? Ответ для правительства отрицательный, да. Если не знало, то чем оно занимается? Тем более, если не повышали акцизу. Совершенно верно. Если он так и признал, что пустили на самотек, пустили. Вот, второй вопрос, да, если знало, но не доложило и не приняло никаких мер, это тоже отрицательный вопрос для правительства. Следовательно, вы опять некомпетентны. То есть, лучшее министерство, лучшее ведомство, это то, о котором никогда не говорят, или говорят редко, и министра, которого мы видим на экранах телевизоров, там, ну, очень изредка. Почему? Значит, работа налажена, и идет все достаточно автоматически. А здесь, когда мы переносим на уровни главы государства, ну, давайте завтра он солью займется, потом спичками. Да, потом мы перейдем от продовольствия к дорогам, да, и президентский указ о том, что на улице, там, города Н, да, улица Х пересекается с Игриком, два метра оттуда и три метра отсюда заделать каналу. Ну, это как будет выглядеть? Следовательно, у нас не хватает компетенции по макроэкономическому развитию. Вот мы затронули подсолнечное масло, ну, давайте затронем цены на макароны, да, раз уж они прозвучали в нашем эфире. Ну, макароны, они, в общем-то, из зерна делаются, да. Зерна Российская Федерация производит больше всех в мире. Всех давно уже. Первое место мы занимаем, переезжая, помните, в советское время в Канаде покупали, там, и так далее. Где-то Канада, да, она сейчас просто зависливо смотрит, как Российская Федерация поглощает один рынок за другим. Но к чему это приводит, соответственно? Это приходит к тому, что мы объединяем собственные, да. Твердые зерновые культуры уходят за рубеж, первый, второй, третий, четвертый остается. Еще этот третий, четвертый нужно, соответственно, образом сохранить, довести до потребителя. А там у нас хлебобулочная промышленность. Спросите сейчас любого из них, и они скажут, а мы на хлеб не можем цены регулировать сами. Нам их регулируют сверху. Да, то есть энергетика для них растет, тепло для них растет, зерно для них растет, а цена на хлеб у них остается прежняя. И он вам расскажет, что так жить невозможно. Вопрос, а почему на зерно-то цены у нас куда надеваются? А почему тогда, раз хлебопеков, я тоже много раз слышал, они жалуют, что им тоже по голове, что бьют, попробуйте на батон повысить цену и так далее. А почему к зерновикам тогда таких критерий нет? Что сначала обеспечьте русский рынок, сколько нужно пшениц такой-сякой, а излишки вперед на экспорт. Терий понятен, продают на экспорт, получаем валюту, насыщаем страну соответствующими денежными знаками. А где они? У меня вот нет. Мы сейчас говорим о бюджете, не вашем личном. Все бюджетом. Все бюджетом. И получив за крома родины эту валюту, мы ее по более высокому курсу продаем и насыщаем рынок рублями, закрывая бюджет. Это удобно, но есть определенная стадия, на котором удобство может перерасти в социальную проблему. Это нехватки хлеба, например. И вот там с неделю-полторы у нас, кажется, вспомнили и, наконец, акцизы на экспорт зерна. Но это надо не вспоминать не вчерашним днем, а нужно планировать хотя бы на полшага вперед. Тогда вот подобных волн не будет. Они неизбежны в нашей стране, если мы говорим о сельском хозяйстве. Ну, мы зона неустойчивого земледелия, вообще-то особенно наш край, да, что вы хотите. Вот сегодня заливает, завтра, наоборот, воды нет. Поэтому эта работа очень тонкая на федеральном уровне. Компетенцию каждого министра мы с вами видим только по телевидению или в каких-то других средствах массовой информации. А когда мы выслушиваем, что, ну да, инфляция у нас замечательная, там она самая низкая сейчас. Но приходим в магазин и видим, что цены-то выросли не на вот эти вот 7-8%. 4-4, да. Ну, даже в уме укладывая их 2, да. То есть, что тогда приходит в голову обычному человеку нам с вами? Ну, значит, инфляцию мы считаем усредненно. Да, то есть, океанская яхта подорожала на 0,5%, а хлеб нельзя, да. Подсолнечное масло на 15, да. Ну, я, конечно, утрирую, вот это мы сложили и среднюю инфляцию получили. Но нас с вами океанская яхта не очень беспокоит сложившихся условий. Владислав, тоже хотел бы задать вопрос. Вот, Вадим, пожаловался, что не пускают на полки ритейлеры наши. Причем даже, Вадим, верно я понимаю, что касается не только федералов, а, к примеру, вот универсалов, это же наша тверская компания. Да, ну, смотрите, они формально тебя пускают. А, то есть, никто не против. Но, понимаете, когда мы просим довести, допустим, свой продукт конкретно в этот магазин, нет, они на это запрещают. То есть, мы должны отвезти продукт на базу, потом уже с распределения Вад-Центра наш товар уже разойдется по магазину. Понятно, но сроки голеница... А сроки у вас это не как у молока, которое стоит у них не в холодильнике и не портится, бог висколько. Да, то есть, это молоко попадет на вторые сутки, на третьи, да? И этикетку надо будет менять уже на простокваши, да? Ну, да, скорее всего, да. А вы так и делаете, знаете, температура там повлияет, буквы других, оп, сразу, знаете, как раньше такие были. Двойную этикетку. Да, двойную этикетку, раз, простоквашку. Да, двойную этикетку, раз, простоквашку. Владислав, скажите, ну, тоже вы же вращаете, что называется, там, в верхах и так далее. Ну, как-то можно этот вопрос решить? Ведь, как мы все время говорим, что нужно развивать, вот он, свой родной тверской производитель. И понятно, что фермеры, все знают, кто такие фермеры. Все знают, что они, ну, скажем так, у них другая немного технология производства, они не пихают столько консервантов, сколько пихают какие-то крупные холдинги. Я не говорю, что их холдинги миноваты, у них своя тема, у них своя. Но тема, мы говорим, что вот таким людям надо дать доступ на прилавки, а в итоге получается, что нет. Неужели как-то вопрос нельзя решить? Ну, понимаете, вот вопрос в экономике, да, опять возвращаемся к тому же. Что такое сети? Реально это промышленное производство. Конечно. Да, соответственно, в сети каждая копейка прибыли получается за счет оборота и за счет снижения затрат на единицу продукции. Ну, в общем-то, обычные законы любого промышленного развития. Соответственно, и масштаб другой подхода. Наиболее удобно с этими самыми сетями работать крупному и среднему производителю. Тот, который может обеспечить их значительной массой товара, уменьшив эту самую себестоимость, да, и закрыв вот эту вот часть, которая реально дает сетям прибыль. Нельзя говорить, что сети плохие. Вот это зря. Нет, я не говорю, что плохие. Нет, я не утверждаю, я эти слова вам не присутствую. Жалко, вот людей просто... Надо понимать, что, вот посмотрите на это немножко и с другой точки зрения, у нас очень большая страна территориальна, при том, что у нас всего там 146 миллионов, да, ну то есть это, простите, почти жалкая цифра, она уменьшается там в количестве японцев, столько же на их там нескольких островах, ну и так далее, и тому подобное. Что связывает нашу страну? Ну, не будем перечислять, там коммуникации и так далее, и тому подобное. Сети – это тоже определенная связь торговая для нашего государства. Потому что, когда вы имеете возможность получить одинаковое обслуживание в пятерочке, находясь и практически в столице, и в Камчатке, и в Белгороде, вы чувствуете себя гражданином, который имеет доступ к этим услугам, невзирая ни на что. Но есть совершенно другая вещь. Это другой сегмент. Да, фермерской продукции, которая, соответственно, находит своего потребителя. Ну, тот, кто хочет свежее, тот, кто готов чуть-чуть переплатить или купить просто потому что… Ну, то есть вечная история магазинов шаговой доступности, мелких и так далее. Это опять регулирование со стороны государства. Никакая сеть сама сознательно не оставит эту нишу для каких-то там мелких магазинчиков. Ну, почему? Потому что в уме мы перемножим эти магазинчики, посчитаем на прибыли, которые получит торговая сеть, и вас поставить во главе этой торговой сети, и вы первые скажете «Вперед!» Додушим всех, потому что это даст нам еще сумму X. Это ваша работа. Государственное есть управление. То есть, есть коммерческие организации, извлекающие прибыль, а есть государственный аппарат, который должен соблюдать те необходимые требования, заботиться о государственных интересах и интересах населения, и таким образом ограничить безмерные аппетиты кого-то. Ну, такая уж у них работа. Вот в этом заключается ответ на этот вопрос. Пару лет назад была такая идея о том, чтобы даже больше 3-4 где-то. Это была федеральная идея создавать вот эти вот центры для фермеров на расстоянии 50-60 километров. Дальше это в принципе нерентабельно. Свозить туда или на переработку, или на реализацию и так далее. Ну, там много чего пересказывать, но она в итоге не состоялась. Самим это финансовое вливание. Самим это невозможно сделать, а федерального вливания в итоге не пошло. Но есть образцы, которые используются в других странах, удачно или неудачно, но они присутствуют. И если мы убьем фермерский бизнес окончательно такими действиями, то плохо это будет для всех, в том числе и для седей. Потому что потом потребитель скажет, ну, все, вот это вот мне надоело. Больше я это не могу, альтернативы у меня нет. Соответственно, будем какую-то ненормальную альтернативу искать. Революция на земле. Ну, революция не обязательно. В России обязательно. Но начнется что-нибудь. А у меня в этой связи вопрос. Но я все-таки вижу, иной раз в сетях, гипермаркетах, там отдельные прилавки. Это фермерская. А как это состыковывается? Вот то нельзя, твое молоко прокиснет послезавтра. Фермер это кто? У одного оборот миллион рублей в год. Ну, и условно 10 соток. Дело в том, что молоко у человека натурально, оно 4 дня и до свидания. Да, а другое дело, вы фермер, у которого... И молоко у него другое? Нет, у него обороты другие. И он может себе позволить заключить этот самый договор. Условно фермер. Это фермерский товар, который я вижу в гипермаркетах, но и раз. Нет. Вот, вот мне интересно, не будем называть марку, но сеть, но это не фермерская. Нет, у нас, допустим, вот мы перерабатываем молоко от 200 коров. От 200 коров. И у нас есть маленький магазинчик свой, интернет, через который развозим. И еще в пару интернет-магазинов фермерской продукции. Вот только нам на это хватает своего молока. А когда ты видишь фермера, который продается в определенном магазине, и у него еще такой ассортимент огромной продукции, это завод, понимаете? Это просто юридическая форма. Это просто бренд, как позиционирование себя на рынке. Юридическая форма. Поэтому они позиционируют как фермерские. Вы заметите, они все под марками тех же с торговых сетей продаются. Нет, я просто сам отдельный прилавок, там фермерская картошка, она справа сразу стоит в полтора раза дороже. Фермерское молоко, фермерский сыр. Роман, как любят сети, чтобы вы обеспечили поставку своей продукции, ну хотя бы на регион? Посчитайте магазинов у нас сколько, там магнита или, положим, пятерочек, да? То есть полторы сотни магазинов вы должны привезти свой товар. Но я очень условно. Если вы фермер, который может это сделать, то вы можете как угодно называться, но реально вы уже крупное сельское объединение. А назовите себя. Фермерство это все-таки малый бизнес, если мы такими категориями. То, что мы себе представляем в реальной жизни. И фермерская продукция, она действительно просто реализовывается предприятиями малого бизнеса. Но опять-таки у нас все тут завязано. У нас и малого бизнеса как такового нет, и фермерские хозяйства, которые остались, они тоже не могут себя проявить. То есть все в системе. Вот у Тверо-Сети нет конкуренции, они могут эту маржу свою как хотят регулировать. Да у них нет, они всех задавили. Вот если помните, раньше, когда вы в Тверь приезжали, надо попробовать тверские сыры, тверстарицкие. То есть они были знамениты очагами. Допустим, Кострома тоже с сырами, Беларусь свои сметаны. Понимаете, вот это изюминка была. А сейчас-то все смешалось. У нас там, допустим, из Беларуси таскают молоко, представляете? Но никогда, даже при Советском Союзе, такого не было. Всегда местные производители продавались только в своем регионе. Ну, бред из Минска везти молоко. Ну да. У нас, получается, с юга сюда, отсюда на юг таскают, понимаете, разные продукты. Ну, а как их можно таскать? Представляете, молоко, которое там 5 суток, ну 7. Как ты его отвезешь на юг? Никак. Скажите, а вот я читал, что в США там как раз все эти крупные холдинги, они скупают как раз зачастую продовольство у фермеров, то же самое молоко. А реально вам привезти, например, молоко, условно говоря, не знаю, там Дмитра Угара, к примеру, или там Зоу Калининска. Купите у меня мое молоко. Они вообще или сами к вам обращаются, или... Нет, я думаю, есть поле крупное, которое там наподобие мебельдана. А почему у вас не купить? Нет, потому что Дмитра Угара, они и есть производители. Понимаете, у вас еще купится. Роман, Роман, вот это вот, ну там, что вы говорите про Соединенные Штаты или какие-то другие. Это целенаправленная политика скупки сырья. Потом они сами ее перерабатывают. Ну, возьмите какой-нибудь там не лучший вариант, конечно, итальянский Пармалат, по-моему, да. Ничего себе не лучше. Я имею в виду не по качеству продукции, а по постоянным каким-то у них там внутренним разборкам. Это же кооператив реально, да. Вот. То есть речь-то идет о другом. То, что они скупают и перерабатывают под свою марку. Вы вот Пармалат-то покупаете, вы там читаете там большой список фермеров, которые это поставили, да, им нет. Соответственно, такая вещь, она или, возможно, крупному объединению, которое на этом делает деньги, но опять на своем бренде, да, или это стимулируется со стороны государства. С таким же успехом можно создать там государственную корпорацию, которая будет у фермеров скупать, а потом выпускать под общим названием фермерский продукт. И попробуй ей откажи в реализации в сетях. Посмотрим, как долго ты проработаешь. Остается, у нас не так много времени. Мне все-таки, конечно, я думаю, не только меня, а всех интересует вопрос, чем все дело кончится. Как вы думаете, откат-то будет какой-нибудь ценовой? Я не думаю, что цены у нас существенно сократятся. Опять тут надо отталкиваться от того, где... Вот не вдорожает, Оксана, 52 уже. Знаешь, это ни о чем не говорит. Нормально. То есть, когда она до 30, это сразу всем говорит. Тенденции в динамике цен у нас таковы, что если цена увеличивается, то она увеличивается и дальше. Если она сокращается, то это временные, на самом деле, случаи, которые очень быстро заканчиваются. Назовите в промежутке вменяемом, например, 5 лет, товар, на который цена уменьшилась. Упала. Нет. На яйца сразу. Я как человек, который ходит в магазин, на яйца точно скачет. Причем сильно. А, допустим, может быть, полтинник, потом до 30, потом вдруг опять. То есть, вот на яйца, к примеру, это то, что мне первое в голову приходит. Ну, а как-то рыночная вещь. Ну, тем не менее, ну, ни ниже, ни выше. Вот все-таки на яйца как-то бывает сильно. Ну, я вижу прям сильно. То есть, не на 2-3 рубля. Вы тогда наложите на эту кальку, там, Пасху, да, Новый год и так далее. Посмотрите колебания цен, а потом, извините, Аман, там очень сложная вещь есть. Там есть вещь, когда курица не сушка, да, свой потенциал заканчивает. Это есть четко выстроенные колебания на каждой птицефабрике, когда их производится больше, а когда меньше этих самых яиц. От этого будет, в том числе, и цена у вас варьироваться. Да, здесь ничего не делаешь. Возьмем любого специалиста, и он вам расскажет. И вы наложите одно на другое, и поймете. Какому хазану сколько тонкливера, каждая курица не сушка. Закладывается за кромородина. Ну, хорошо, а если случится, Оксана, вот в следующем году мега урожай подсолнечника? Не ждать нам откататься. Даже если будет ситуация максимально благоприятная, то, я думаю, в лучшем случае стоимость подсолнечного масла на уровне 100 рублей такая останется. Но не будет сокращаться. Нет у нас такой тенденции. Понимаешь, нету. Потому что вот такие у нас условия, и действительно правильно отмечено, что не выработаны у нас государственных регуляторных механизмов, которые бы действительно могли обеспечить баланс экономики. Пока не уберем прослойку между производителем и, конечно, потребителем. От которых женщина по-советски с ним может поступить. Ну, их не убрать, просто их нужно более жестко регулировать. И контролировать. Да, контролировать и регулировать. А кто? ФАС? Тоже правительство. Почему они не могут обеспечить? У вас можно 10% и все. Может быть, какой-то новый механизм выработает наше государство, и оно будет действенным. Вот оно не так просто. Почему часто эти люди, которых вы называете посредниками, вкладывают деньги в производство сельскохозяйственной продукции, когда оно еще в виде зерна только падает в землю, то есть они субсидируют производителя, давая ему деньги под урожай. А что это не банки, что ли у нас? Что это такое за волшебное? Да, это же элементарно. Такая вещь, она существует, начиная от... Стараюсь это на крупных производителей. Нас никто не спонсирует. Ну, понятно. А зачем вам? Неинтересно. Да, вот сколько с вас он получит там? Вот 3 рубля, но это же не то. Сельскохозяйственное экономическое. Здесь надо 3 рубля умножить на большой объем. И, соответственно, вкладываются в урожай. Это, ну, в урожай, может быть, не лучшее, но это же везде так происходит. А как добывают золото у нас? Артели точно так же под золото берут деньги и вперед потом расплачиваются. Ничего в этом здесь без государственного регулирования не обойтись. Вот, чтобы создать приемлемую маржу для тех людей, которые инвестируют в то или иное производство. Но не таким образом, чтобы они, гоняясь за большей прибылью, да, спекулятивно, выгребали у нас все, а платит потом рядовой потребитель. Вот. Это искусство управления. У нас подсолнечное масло, да, подсолнечник может уродиться или нет? Попробуй на 5 лет вперед посчитай. Опираясь хотя бы на то, что было 5 лет назад, да, возьми, скалькируй и посмотри, как с зерном, да, большой урожай, маленький урожай. Запасы государственные, не государственные, выбрасываем их на рынок, не выбрасываем, на экспорт везем, не везем. Сейчас мир съест практически все, да, из того, что производится в России. Ну и что ж теперь-то? Надо не забывать про себя. Критин, ну в этой связи, то есть верно, я понимаю, если вдруг на наше правительство снизойдет озарение, и они разработают эти меры, то после этого можно ожидать отката ценовой, или как? Я думаю, что если вот так вот фантазировать, как фантазируем здесь мы, отката существенного урока не будет. Все равно. Не будет, не надейся. Помните классику. Дай Бог, чтобы сохранилась на том уровне, на котором есть. Вот это, наверное, тот минимум притязаний, на котором мы должны ориентироваться сегодня. К классику в исполнении Высоцкого было время, и цены снижались. Он пел это в 60-е и про 50-е, то есть это совсем другая история. После этого процесса уже у нас как-то нет. Тут только, может быть, если продолжать нашу фантазию, стоит надеяться на повышение роста доходов, тогда это хоть как-то минимизирует ущерб от повышения цен. Не могу с Вами чуть-чуть согласиться. В каком смысле? Сколько не наращивай доходы, если не сдерживать экономическими мерами цены, то цены поглотят эти самые растущие доходы. Это же естественно. Поэтому более высокими темпами пускай доходы растут нежели чем цены. Понимаете? Да, но мы с Вами, как опять коммерческая организация, понимаем покупательную способность населения. Куриные яйца мы не поставим по 500 рублей, потому что выкинем. Но если мы видим, что народ там как-то окреп, мы условно говоря, вместо 100 рублей напишем 105 при возможности. А если будет, то и 125. Поэтому здесь... Ну да, цены на самом деле не же определяются еще и спросом. Рост спроса, он дает возможность увеличивать цены. Клубок, в котором надо разбираться. Когда-то в советском времени был Газплан, но он потом свою роль ищерпал и превратился совсем уж в планирование до величайшего гвоздика. Это, конечно, перебор. Но без планирования в принципе нельзя. И любая крупная корпорация для себя планирует. Но государство это супер... Что управлять, нужно иметь хоть какой-то план, да? Ну да. Но государство это супер крупная корпорация. Соответственно, и управление там тяжелое. И люди, которые должны уметь этим заниматься, это индивидуально очень, наверное, такого штучного, так сказать, масштаба граждане. Как их подобрать туда и убедить работать. Но это не наша задача. Есть федеральное правительство и руководство страны. Пусть подбирают. Наша задача как-то выжить. Оксана сказала, ущерб нанесенный. Помните, как в советское время говорили? Советский человек, он не ворует, он возмещает ущерб, которым нанесло государство. Помните? Вот и остается народ, наверное, только что воровать, ибо, как сказано, тоже все деньги не заработаешь, часть придется украсть. Потому что цены действительно, вот, Оксана, ты говоришь, 100 рублей за подсолнечное масло. Это не оливковое, это подсолнечное, всего лишь наше. Вот оно, советское, с Краснодарского края привезенное. Это, конечно, товарищ Перебор. Тем более, знаете, но ведь производитель курятины так не подняли цены, она вообще нормальная. А у нас, вот давайте возьмем вот эту макроэкономику, у нас по курице 100% самообеспеченность. А по посолочку нет? По свинине, наверное, 60-70%. Хуже всего по говядине, там процентов 30-40, наверное. Она стоит нынче уже. Но эта программа импортозамещения и развития собственного сельского хозяйства, она же у нас действует в течение нескольких лет. И успехи там, ну пусть не достигли того уровня, который пропагандировался, но они есть. Возьмем другой момент. Проблема существует в том, что у нас семена в основном импортные. Часто там, ну условно говоря, поросята мелкие, тоже завозные импортные, коровы и так далее. То есть вот этот семенной фонд, назовем его условно весь так, он часто импортный. Он зависит от курса валюты. А потом, когда мы говорим, что вот у нас курс рубля упал на 30%, и делаем вид, что никак это не отразится на ценах, ну это же не серьезно, кого мы хотим обмануть-то сами себя. А для такой страны, как наша, нынешний курс, извините, при всем уважении к колебанию там нефти, это не серьезно, это искусственно опущенный уровень рубля. Потому что вот сейчас, я говорю, нефть поднялась до 52%, а доллар к рублю замер на 73%. А мне вот мои коллеги показывают, что и замерло время, которое намочит в нашей программе. Наша программа подошла к концу, была программа «Тема дня», мы говорили о ценах на продукты. Ничего хорошего вам не рассказали, дорогие телезрители. Будем надеяться, что хотя бы дальше больше подорожаний не будет, ибо Путин считает макароны дорогими. Спасибо большое, уважаемые гости. Вам хорошего настроения перед Новым годом, и где-то повыгоднее подзакупиться продуктами. До свидания. До свидания. До свидания.